Кинси Шофилд, эксперт по связям с общественностью, считает, что юбилейные торжества в честь 70-летия пребывания королевы Елизаветы II на престоле, которые пройдут в Великобритании в начале июня нынешнего года, не самое подходящее время для того, чтобы знакомить Ее Величество с Ее 11-й правнучкой Лилибет, дочерью принца Гарри и Меган Маркл. Лилибет Лили Диана родилась 4 июня 2021 года. Как многократно утверждали Сасексы в СМИ, через своих инсайдеров и близких друзей, имя Лилибет детское прозвище королевы Елизаветы Аяй они дали дочери с согласия Ее Величества. А также не только представили правнучку-тезку-монарху, но и неоднократно дают королеве возможность повидать девочку при помощи видеосвязи. К сожалению, оба эти факта согласия королевы на имя Лилибет и регулярные видеовизиты дворец не подтверждает. Более того, королевские инсайдеры категорически все это отрицают. В СМИ регулярно возникали дискуссии, когда же Сасексы привезут Лилибет в Великобританию, чтобы прабабушка смогла лично познакомиться с правнучкой. Выдвигались различные варианты, вплоть до того, что Гарри и Меган готовы подождать удобного времени, чтобы окрестить дочь на родине принца, по всем королевским традициям. Однако удобное время до сих пор не настало, и сейчас выдвигаются предположения, что всем составом, в том числе и с Лилибет. Сасексы прибудут в Великобританию на торжества в честь празднования платинового юбилея Ее Величества, которые пройдут со 2 по 5 июня нынешнего года. Тогда и представит Лилибет королеве лично. Тем не менее, далеко не все считают это наилучшим вариантом. Эксперт по связям с общественностью Кинси Шофилд считает, что время знакомства имеет первостепенное значение. Гэжа Шофилд утверждает, что лучше всего, чтобы первая встреча между королевой и ее тезкой-правнучкой прошла вне предполагаемых юбилейных торжеств. Основательница Лос-Анджелесского королевского сайта 2d4daily.com также уверена, что специальная и частная поездка для встречи между монархом и малышкой Лили в общих интересах. Она сказала изданию Экспресс. «Юкей, я думаю, что специальная и частная поездка для встречи с королевой, без вторжения Сассексов в рамки юбилейных торжеств – это лучший вариант для всех. Частный визит не отвлечет королеву, не заставит ее прилагать дополнительные усилия, чтобы поприветствовать малышку во время ее собственного праздника. К тому же будет гораздо легче обеспечить безопасность принца Гарри, Меган Маркл и их детей». Кроме того, напомнила Кинси Шофилд, отдельный пункт в календаре торжественных мероприятий «Звездная платиновая вечеринка» в Букингемском дворце, которая состоится в субботу, 4 июня, совпадает с днем рождения Лилибет. Как указано на королевском веб-сайте, платиновая вечеринка будет транслироваться по телевидению, предполагалось, что телетрансляцию организует BBC, но после негатива. Который со стороны королевской семьи вызвал документальный фильм компании «Принца и пресса» – это уже под вопросом – и соберет некоторых из крупнейших мировых звезд шоу-бизнеса. Согласитесь, Сассексы в таком случае не просто влезут в торжества со своим знакомством дочери с Ее Величеством, но и явно перетянут одеяло внимания от юбилейных торжеств королевы на первую годовщину со дня рождения Лилибет. К сожалению, далеко не все королевские эксперты убеждены, что у Гарри и Меган хватит так-то, чтобы этого не делать. А вы как думаете, как поступят Сассексы? Как рекомендует им Кинси Шофилд или, как всегда, как им заблагорассудится? Обсудим в комментариях. Я не знаю, можно ли называть материнским отношение герцогини Сассекской к супругу. В конце концов, нормальная мать не водит ребенка за ручку до седых волос, а активно готовит его к взрослой жизни, хотя и не отказывается, разумеется, стать ему опорой и поддержкой в трудную минуту. Но Меган Маркл, как показала практика, готова водить принца Гарри за ручку как в прямом, так и в переносном смысле. Уже никто не сомневается, кто играет в их дуэте первую скрипку и кто в этой семье носит брюки. Королевский автор Анджела Левин, написавшая биографическую книгу о герцоге Сассекском Гарри, беседы с принцем, считает, что все проблемы Гарри, а также его нынешние отношения с супругой, Меган Маркл, как принято говорить, родом из детства. В то время, как Гарри теперь свободно играет главную роль в центре внимания со своим инстинктивным обаянием и природным озорством. В свои 20 или чуть за 30, да что там даже в детском саду, он не всегда был душой вечеринки, отмечает Гажа Левин. В частности, она считает, принцесса Диана очень заботилась о своих сыновьях. Когда они были маленькими, она строила свою королевскую жизнь вокруг их потребностей, вокруг своих материнских обязанностей, и очень радовалась, что сама возит своих детей в школу и из школы при первой возможности. Анджела Левин рассказывает, малышу Гарри, Рошему с гиперопекающей матерью, уже в начальной школе пришлось нелегко, ему нужно было успокоиться и многое понять. А он сам называл свои первые несколько недель в школе довольно травмирующими. В отличие от Уильяма, ему, Гарри, нужно было больше уверенности в себе и понимания окружающих. Гажа Левин объяснила, что природная жизнерадостность и уверенность Уильяма помогли ему освоиться в компании сверстников, как рыбе в воде. В отличие от Уильяма, Гарри часто отказывался присоединяться к играм на детской площадке и иногда стоял один в течение всего 10-минутного перерыва, а если к нему подходил другой ребенок и тянул его за одежду, приглашая присоединиться к их компании, он начинал плакать. И даже сегодня он иногда выглядит уязвимым и грустным. Это часть того, что привлекло к нему внимание стольких людей всех возрастов и типов по всему миру. И возможно именно поэтому Меган Маркл иногда чувствует потребность относиться к нему по-матерински. Покупатели не могли поверить своим глазам. Каждый год в конце октября во многих странах отмечают Хэллоуин-праздник, берущий свое начало в традициях древних кельтов. Согласно языческому календарю в этот день начинается новый цикл. В наше время праздник практически утратил свое первоначальное значение и превратился в пугающе веселое семейное торжество. Наследники кельтов британцы проводят Хэллоуин с размахом, украшают дома, готовят костюмы и запасаются сладостями для детей. Переодевание – один из главных атрибутов праздника. Считается, что на Хэллоуин духи и призраки могут свободно гулять среди живых, и последним нужно обезопасить себя, притворившись такими же сверхъестественными существами. Сейчас мало кто верит в мистику, однако наряжаются с удовольствием. И даже члены королевской семьи не исключение. На днях посетители супермаркета Сейнсбери столкнулись лицом к лицу с Кейт Миддлтон, выбирающей костюмы для себя и близких. Вместе с герцогиней были ее старший сын и дочь. Другой покупатель сказал, что увидел Кейт в Аделе с одеждой, и указал в ее сторону. «Я просто не могла в это поверить. Она пришла с Шарлоттой и Джорджем, они втроем рассматривали наряды на Хэллоуин. В это время телохранитель стоял неподалеку и наблюдал за окружающими, чтобы никто не фотографировал», – рассказала одна из посетительниц супермаркета. «Мне все же удалось сделать снимок, когда Кейт была на кассе самообслуживания. Это была совершенно неожиданная встреча». Речь, как вы уже вероятно догадались, идет о манере одеваться, о стиле и стоимости одежды двух герцогинь. В течение последнего месяца Кейт Миддлтон и Меган Маркл дали массу поводов их сравнивать, хотя и вряд ли стоит это делать. Но королевские эксперты не устают хвалить Кейт и критиковать Меган. Так, например, особой похвалы Кейт удостоилась за выбор наряда для вручения экологической премии Ртшотт. Учитывая направленность мероприятия, принц Уильям и Кейт попросили гостей не приобретать новых нарядов для участия в церемонии. И сами показали пример. Будущий король появился перед публикой в темно-зеленом бархатном блейзере, который он ранее надевал на благотворительный гала-концерт в 2019 году. А также брюки, которым вообще 20 лет, а Кейт выбрала сиреневое платье от Александр Маквин, в котором впервые появлялась в 2011 году герцогиня изменила лишь пояс платья. Ее ансамбль был высоко оценен пиар-консультантом по моде и консультантом по этикету Шарлоттой Элис, которая утверждает, что королевская особа проявила как чувствительность, так и здравый смысл. Она заявила изданию экспресс. Юкей, Кейт снова показала свою чувствительность и здравый смысл, надев платье Александр Маквин на недавней церемонии Эртшот Авардс. Она выглядела сияющей в чуть измененном платье в греческом стиле, которое она впервые надела 10 лет назад. Герцогиня Кембриджская хорошо знает, что красивое классическое платье кутюр никогда не устаревает, к тому же появление в переделанном новом платье соответствовало теме мероприятия. Герцогиня часто носит вещи, которые она купила еще до того, как стала мамой троих детей и нередко надевает их снова и снова. Так, например, в Центре исследований Университетского колледжа в Лондоне она появилась в платье от Зара за 16 фунтов стерлингов, которые она ранее демонстрировала в Брэдфорде в прошлом году. Во время посещения Кью Гордон со своим мужем в начале октября Кейт смахнула пыль с изумрудного пальто Эрдем, которое впервые было надето ею в 2014 году. Действия герцогини были высоко оценены экспертом отрасли. Шарлотта Элис прокомментировала, повторное ношение предметов гардероба это пример для всей нации, который помогает Кейт завоевать уважение королевских поклонников. Нет никаких сомнений в том, что Кейт вызывает общее одобрение своим разумным приземленным выбором нарядов во время официальных визитов. Члены британской королевской семьи хорошо известны тем, что носят многие вещи, куда более часто, чем один раз, и зарабатывают тем самым уважение публики. Одновременно с этим Шарлотта Элис утверждает, что выбор нарядов Меган Маркл показывает отсутствие понимания, уместен или неуместен ее ансамбль для мероприятия, на котором она присутствует. Это произошло после того, как критики задумались о стоимости ее высококлассного гардероба во время ее поездки в Нью-Йорк с принцем Гарри в прошлом месяце. Особенно, когда Сассексы посетили школу в Гарлеме, одном из наиболее бедных районов города. Наряд Меган стоимостью в 7000 фунтов стерлингов, 10741 доллар США, который она выбрала для встречи с учениками школы. Стал предметом жесткой критики, в том числе со стороны Энзе Хэрл Даниэлы Эльзер. Гэжа Элис сказала по поводу герцогини Сассекской, показной выбор нарядов Меган Маркл больше подходит для голливудской сцены, чем для благотворительных посещений школ и других мест. Надевать новенькую дорогую одежду туда, где большинство детей получают бесплатное школьное питание, нечувствительно и совершенно неуместно. Она подчеркивает, что существует очевидный контраст между обеими герцогинями, когда дело доходит до их выбора одежды. Кейт знает, как быть гламурной, когда этого требует случай, например, премьеры фильма о Джеймсе Бонде, не будучи показной.